И, наверное, тут нужно пояснить, что такое дефрагментация. Есть такая известная истина, наверное, или максима, что все ответы находятся внутри нас. Это вроде как бы очевидно, но возникает, соответственно, вопрос о том, что если они все внутри нас, все ответы находятся внутри нас, если они все ответы внутри нас, то почему я их не знаю тогда, эти ответы? Где же они там внутри меня? Но при этом опыт разного рода проработок, разного рода практик показывает, что да, действительно, очень часто бывает такое, что вот ты там заморочился на какую-то тему, решил разморочиться, придумал какой-то метод. И вот ты этот метод применил, разморочился, и в конце ты понимаешь, что тот ответ, который ты получил, ты вообще знал всегда. И даже какое-то разочарование наступает, потому что ты думал сейчас там, ты узнаешь что-то вот такое, чем мне надо в этой жизни заниматься, думаешь, сейчас, блин, вот оказывается чем. А к тебе вываливается такой ответ, на который хочется сказать, так я же это и так знал. Конечно, там другой вопрос возникает к себе же, что если ты это и так знал, почему ты занимаешься тогда вот этим, но как-то там я внутри это знал. И когда я стал размышлять, почему так получается, я опять же понял, что да, действительно, ответы все внутри нас, но они фрагментированы, то есть они по кусочкам. Вот я все время люблю это рассказывать историю, что если человеку начать задавать какой-то вопрос, как мантру, да, много-много раз задавать, да, то это немножечко похоже на историю о том, как шесть слепых мудрецов пошли выяснять, что такое слон. Вот. Ну и, соответственно, там одному попался нога, одному попался хобот, одному там бивень, ухо. Ну и в общем, конечно, они так не смогли понять, что это такое, потому что каждый из них, ему попался только маленький кусочек слона. И у каждого у нас есть этот внутренний слон, ну, внутренний ответ там на какой-то важный вопрос. Проблема в том, что когда мы к этому слону пытаемся приближаться, нам попадается то хобот, то бивень, то ухо, то нога. И нам все время кажется, что это о чем-то разном, да, хотя это об одном и том же. И это опять же такой очень легко наблюдаемый момент, что, например, когда, ну, скажем, я индивидуально работаю с клиентом, да, и вот мы там начинаем какое-то занятие, я его прошу там почувствовать пространство, себя в пространстве, свое тело в пространстве. И говорю, ну, на чем твое внимание прямо сейчас? Давай просто инвентаризацию сделаем, да, вот. Что тебя как-то беспокоит, волнует, тревожит прямо сейчас? Вот там ощущения, образы, эмоции, мысли, что есть? И он там, ну, вываливает, что у него там типа есть. Получается обычно какой-то списочек такой, ну, обычно не очень большой, может быть, пунктов 10, может быть, 12. И поначалу, когда ты смотришь, тебе кажется, что это вообще какие-то абсолютно разрозненные вещи, они про разные абсолютно какие-то состояния. И, ну, не нужно там спросить его, окей, вот у нас есть тут 12 пунктов, там, проговариваешь ему их назад, говоришь, давай какой-нибудь один возьмем, потому что у нас, ну, одна сессия, мы только один вопрос можем решить. Но, как правило, когда сессия проходит, да, и мы через полтора часика смотрим на этот исходный список, выясняется, что все эти пункты, они были об одном и том же. Ну, просто одно это было ухо, а второе было нога, а третье был бивень там, да, то есть это как-то разные ракурсы, примерно одного и того же. И когда человек начинает смотреть на этот список уже вот после проработки, он говорит, а, так это же типа все вокруг одного и того же вертелось-то, просто как-то не видно было. То есть получается, что у него произошла дефрагментация. Вначале оно было фрагментировано по кусочкам, а потом оно как-то собралось, да, и получается, что в каком-то смысле мы можем даже, наверное, глобально там какую-то некую шкалу такую составить, там, да, там, шкалу осознанности, где внизу будет такая полная фрагментация. Это означает, что я вижу только маленькие какие-то разрывы, обрывки, маленькие кусочки, да, как вот разобранный пазл, да, то есть, ну, картинка вроде есть, но она как-то вот так вот свалена в кучу, как бы, да, тут все есть, все кусочки есть, но картинки нету, она вся разобранная. Ну, а наверху, соответственно, там некая полная целостность, да, которую, ну, это собранный пазл, да, ты видишь, но при этом ты, когда видишь полный пазл, ты понимаешь, что все эти кусочки у тебя были с самого начала. Вот в чем беда-то, вот. Ну, за единственной, наверное, оговоркой, да, что вот я уже говорил, да, что если ты еще не очень взрослый, у тебя еще маловато опыта, то иногда каких-то кусочков пазла могут не хватать.